2 ноября 2016 года мировая аквариумистика понесла невосполнимую утрату. В возрасте 75 лет от нас ушел знаменитый немецкий аквариумист Ханс Альбред Бенш. Вся его жизнь была связана с аквариумистикой и в 1977 году было зарегистрировано издательство Мергус, где спустя 5 лет в 1982 году вышел в свет первый том аквариумного атласа, который пересдавался 15 раз. Каждый том объемом порядка 1000 страниц содержал в среднем 1000 цветных фотографий, которые предоставили известнейшие аквариумные фотографы со всего света. Новые тома атласа каждый раз заполняли и обновляли предыдущие. Как будет показано далее, аквариумный атлас выпускался в двух вариантах. В твердой обложке из искусственной кожи с золотым тиснением и в тонкой картонной обложке. Последний вариант был почти в два раза дешевле. Для меня было большой честью опубликовать свои снимки в своем знаменитом издании. Но чтобы это сделать, пришлось вести долгую переписку, более 30 лет назад. Сначала на свой домашний адрес, а затем подключить в ААП, Всесоюзное агентство по африкским правам СССР. Зато на памяти остались письма и автографы, которыми я очень нарожаю. Книги Ганса Бенша – это пример компетентности и точности, на которые я всегда равнялся. Аквариумный атлас Ханса Бенша является важнейшим изданием по аквариумистике на немецком языке. Кроме того, он был переведен на множество других языков, включая английский. Подготовка таких эпохальных изданий тоже дело затратное. Возьмем, к примеру, иллюстрации. Оплата авторам 5000 фотографий обойдется по самым скромным подсчетам по 20 евро за фото. 100 тысяч евро. Каждый том весит почти килограмм. Значит, при тираже 5000 экземпляров понадобится как минимум 5 тонн высококачественной бумаги. Да еще немалые расходы на полиграфию, транспорт, рекламу и маркетинг. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы вы могли представить себе, что такое книги Ганса Бенша реальны, а не на картинках, я расположил то, что у меня есть на давно знакомом вам всем диване. На самом деле, серия Атосов состоит из 26 томов. И мне искренне жаль, что таких великолепных книг у нас никогда не будет. Для тех, кто не знает, скажу, что уже долгие десятилетия мир современного влечения аквариума неразрывно связан с именем отца Ганса Бенша, у Лехен Бенша, изобретателем и первым изготовителем знаменитого тетрамина, универсального сухого корма для декоративных рыб. Именно в компании своего отца Тетра Верке он начинал свой рабочий путь. Имея такие финансовые возможности, Ганс Бенш принимал участие в трех экспедициях по Амазонке, в ходе которых было открыто и описано несколько новых видов рыб. Впоследствии несколько видов популярных аквариумных рыб было названо его именем. Например, Аунакара Бенша. Вот здесь у нас восемь книг Аквариум Атласа и других, которые я смог собрать. Ну вот такой том, он весит примерно килограмм. Это дорогое издание золотеньких с линием и устроено таким образом, что на каждом развороте с одной стороны фотографии, а с другой стороны описание. Описание содержит самые важные сведения. Латинское название, обиходное название рыб, местообитание, кто описал содержание рыб, кормление и разведение, конечно. Ну и кроме того, есть специальные дополнения, которые от вида к виду в значительной степени варьируют. Вот это издание дорогие. Вот оно, скажем, третий том. Он в суперобложке. Вот такая красная тисненая кожа. Золотые надписи. Доктор Рюдигер Ри Ханса Бенш. Аквариум Атлас. И вот это вот издание подешевле. С тонкой обложкой. Но тем не менее, ценности его от этого не становится меньше. Все то же самое, только почти что в два раза дешевле. Вот эти четыре тома мне подарил на день рождения Володя Колесник. Сам, конечно, я эти книги купить не смог, потому что стоят они достаточно дорого. Это прежде всего трехтомник Маркуза Элизора Блохо, выпущенный в 1999 году к 200-летию со дня его смерти. Маркус Элизор Блохо жил с 1723 по 1799 годы. То есть на год больше, чем прожил сам Ханс Бордж. Если посмотреть со стороны торца, то видно, что часть страниц белая, а часть желтоватая. Так вот эта часть желтоватая это великолепнейшая иллюстрация. Великолепнейшая иллюстрация, которая огромного формата. Это первый том посвящен рыбам Европы. Здесь все фактически, фактически все виды рыб, начиная с обычных карпов, карасей. И последующие, второй и третий тома. Великолепно, конечно, изданные. Вот она, суперобложка. Все то же самое, золотое тиснение. Посвящены они морским рыбам. Ну, не только морским, но и тропическим, другим видам тропических рыб. То же самое здесь. Это страницы текста и описания видов рыб. И прекрасные иллюстрации. Вот я сейчас попробую показать. Вот они. Сделаны репродукцией на хорошей бумаге. В общем, я к таким книгам отношусь с огромным уважением. Жалко, ничего подобного у нас не выпускается. И вот последний том из примера. Это книга Карла Альберта Фрикингера «Атласы копаемых рыб». Здесь удивительные совершенно есть отпечатки из копаемых рыб и одновременно прижизненные фотографии. Скажем, здесь Цепринадон Вриегатус и Фундулс, который до сих пор встречается у нас на нашей планете. Для меня эти книги просто бесценны. Сказать по-другому не могу. Атласист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok В заключении хочу отметить, что невозможно словами выразить все то, что хотелось бы сказать об искреннем интересе Ханса Бенша ко всему невообразимому великолепию и разнообразию подводного мира. Хочу выразить соболезнования друзьям и близким Ханса Альбрехта Бенша. Царствие ему небесное! Субтитры создавал DimaTorzok